Я приветствую вас на канале Чувство Знания. С вами вновь Виталий Ерофеев и я продолжаю развивать тему закона воплощения. В предыдущем видео мы показали существование закона воплощения мужчины и женщины в мире. И эти законы непосредственным образом влияют на творчество человека. Эта тема будет важная, как я люблю говорить. Итак, предыдущее окончание видео было такое повторение. Я там несколько раз повторил, что мужчина и женщина принимаются миром, когда они совершают добрые поступки, реализуют свои добрые намерения. В прошлом и будущем прилагаете намерения и добрые поступки к детям и пожилым людям. Такое открытие не является для вас открытием, конечно. Вы говорите, нас с детства учили переводить бабушку через дорогу, да? И помогать там ребятишкам протягивать им руку помощи. Но, к сожалению, большинство людей все это оставляет на уровне школьного образования и дошкольного воспитания. А сегодня мы, как бы, добро и радость отодвинем на второй план. И на первый план у нас будет именно понимание воплощения мужчины и женщины. То есть, я говорил вам в предыдущем видео, что мужчина – это воплощение в мире свободы пространства. А женщина – воплощение независимого времени. И здесь, когда я говорил мужчина и женщина, у меня не было мысли о половом разделении на мужчину и женщину. И я прошу вас сейчас, когда я буду говорить, не думать, постараться убрать из своего сознания половую принадлежность мужчин и женщин. Я покажу вам в дальнейшем, где появляется половая принадлежность мужчин и женщин и связанная с ними, с этим принадлежностью отношения и связи между ними. А сейчас мы говорим именно о законе воплощения мужчина и женщина, не связанного с половым признаком. Я бываю, часто повторяю какие-то мысли. Я прошу вас, извините меня за это, но повторение – мать лечения. Я постараюсь поменьше повторений делать, но тем не менее, когда я повторяю, это важно. То есть, у меня такая привычка имеется нехорошая. Итак, сегодняшняя наша тема – закон о воплощении. Мужчина и женщина. И в этом законе нас интересует судьба этих двух товарищей, как говорится. Итак, в этой теме нас интересуют вот эти два состояния – мужчина и женщина. Когда я рисовал в том видео вот эту линию, и здесь написал – мужчина и женщина в настоящем. А здесь он нарисовал там дети и пожилые люди. Вот, как бы настоящее, а здесь будущее, а здесь прошлое. Будущее, да? И мы отправили этих мужчин и женщин совершать добрые поступки в будущее и прошлое по отношению к детям, детям и пожилым людям. Пожилым людям. Отправили сюда. В результате они, как бы, совершили такие поступки. Принесли в мир добро. И мир принял их как свою часть. В образе мужчины, воплощения свободного пространства, и женщины. То есть, мир стал благодаря нам единым. Но в чём возникает тут проблема? Казалось бы, мужчина и женщина должны находиться здесь, да? Но здесь находятся именно те мужчины и женщины, вот в этом состоянии, которые пытаются что сделать? Разделить настоящее пространство. Вот. То есть, опять же, я беру листок бумаги. Показываем пространство. Напоминаю о том, что мы находимся в одномерном мире. Которое для нас является от рождения до умирания линейным. Мы измеряем время линейно. И проблема у нас возникает в чём? В том, что здесь и мужчина находится, и женщина. Им места не хватает. Вот в этом пространстве одномерном. Что они тогда делают? Мужчины и женщины, когда они движутся в обратную сторону, несут добро. Отсюда, сюда несут. У мужчины проблема в чём существует? Они, мужчина такой, мужчина, он движется в пространстве, свободно. Пространство же свободное. А женщина получает независимое время. То есть, она может никуда не двигаться, у неё всё есть. Она независима. А мужчина свободен. В результате у них возникает проблема. Как разделить между собой в настоящий момент? Как одновременно интересы свободного пространства и независимого времени соблюсти? Очень сложно. И у них это не получается далеко не всегда. Они пытаются тогда строить между собой отношения и связи между мужчинами и женщинами. Но до этого момента, когда что происходит? Мужчина, двигаясь сюда, что может сделать? Он же несёт добро, несёт законы. И женщина тоже самое принимает добро от детей, совершив поступки какие-то. Что происходит? Происходит искушение изменить, переместить закон. Присвоить себе добро. То есть, он приходит, идёт, мужчина, я же несу добро, оно может стать моим. Если я изменю законы, как изменяет мужчина законы или женщина? Мужчина находится в свободном пространстве. Свободное пространство, как можно нарисовать? Я уже рисовал, да? Вот оно, свободное пространство. А у женщины, наоборот, независимое. То есть, вот мужчина может перемещаться в любую плоскости этого пространства. То есть, он перемещает вот этот закон. Свою пользу тянет одеяло. А женщина в свою пользу. В результате остальные мужчины и женщины, которые не пошли делать добрые дела, и добрые намерения относительно пожилых людей, будущего детям, у них возникает проблема непонимания, что происходит. Почему вдруг законы меняют своё положение во времени и пространстве? Что происходит? Почему эти процессы происходят? Таким образом, мужчины и женщины прерывают. То есть, они пришли с законом, пришли с добром в мир. Мир открыл им дверь свою. Они туда зашли и за собой дверь закрыли. Вот так, образно говоря. Дверь закрыли и говорят, а мы в этом мире будем жить вдвоём, грубо говоря. Разделим его между собой, мужчина и женщина. Это миру не надо. Мир, он не изменяется. Изменяются только законы в мире, в пространстве и времени. Это вызывает страдания пожилых людей и детей, которыми вы вчера делали добро. То есть, вы закрыли за собой дверь, зашли в мир и сказали, всё, хватит. Больше мы сюда никого не пустим. Соответственно, это прерывается всё. Прерывается движение радости и добра. То есть, мы остановились на чём? На проблеме мужского и женского закона. То есть, мужская мораль и женская нравственность. Которые проблемы существуют. Она, как бы даже объективно. Мать воспитывает сына. И она воспитывает его как? Классическим образом. Чтобы он стал человеком. Воспитывает в нём качество, благородство, мужество и так далее. Те качества, которые ему понадобятся, вот здесь. Чтобы совершать добрые поступки. Реализовывать свои добрые намерения. И, как бы, стать, быть творческим человеком. Но матери необходимо, как бы, вот эту идею свою внутреннего закона нравственного реализовать в своём сыне. А когда сын выходит, вот сюда приходит с добрыми намерениями, его встречает женщина. И женщине, это он так, человек, не нужен. Женщине необходим мужчина. Который будет действовать в соответствии с её нравственными законами. Возникает такая проблема в отношениях между мужчиной и женщиной. Чей закон главенствующий? Моральные мужчины или нравственные женщины? Когда отец воспитывает свою дочь, он пытается реализовать в ней свои моральные законы. Но женщина-то приходит сюда, и её встречает мужчина. И женщине быть монашкой, благородной девицей, да, вспомните классическую литературу русскую, очень сложно. Мужчине необходима женщина, которая будет следовать его моральным устоям, которые он, как бы, заслужил и заработал, да? Это проблема. Проблема присутствия моральных и нравственных законов одновременно в этом пространстве. Перетягивание одеяла приводит к нехорошим последствиям. А каким последствиям? Мир закрывает двери. Всё, вас больше никто туда не пустит. Доверия вообще никому нет. Ни тем, кто делает добрые дела, ни тем, кто не делает добрые дела. Всё, проблема. Другой расклад может быть в этом случае. Есть такое понятие. Я прямо красным напишу его. Вот здесь мы вводим это понятие. Понятие служения. Вот это понятие объединяет и мужчин, и женщин. Где объединяет? Вот здесь. И мне что-то поделить. Если бы они пойдут по пути служения Закону прошлого и будущего в настоящем. Вот тогда мужчина отправится в будущее и прошлое, чтобы принести добро людям, а настоящее соединить с законами прошлого и будущего. Тогда женщина, вот здесь находясь, что будет делать в служении? Она будет собирать, сохранять вот эти законы. То есть создаёт, что мы хотим там создать женщины? Гнездо своё. Светь гнездом. Из тех законов, которые приносит мужчина из прошлого и будущего. Посредством проявления человеческих качеств, благородства, мужества, сострадания, милосердия, и все эти качества, проявляющиеся как человеческие качества, мужчина проявляет их, не вступает в противоречие с интересами женщины, что ей нужен мужчина. Здесь он является человеком. Когда он идет сюда. Он возвращает сюда законы и приходит как мужчина к женщине. И не остаётся в настоящем. Это самое важное. Им нечего больше делить, когда они занимаются служением. Мужчине здесь делать нечего. Потому что здесь находится женщина, и все его законы она собирает и пропускает через себя. Вот все его законы, которые он принёс. Сохраняет эти законы, как нравственные законы, находящиеся в женщине. В настоящем моменте. Это важно. Противоречий между мужчиной и женщиной нет. Женщина остаётся теперь здесь. Вот так вот. Одна. Одна она находится здесь, женщина. В настоящем. Настоящая принадлежит женщине, таким образом. Благодаря служению. Вот здесь настоящее. В настоящем есть женщина. А мужчина, благодаря служению, у нас отправляется в будущее и прошлое. Вот он туда уходит. Мужчина. И там он становится человеком. А женщина, собрав законы человека, способна что здесь делать в настоящем? Родить человека. Правильно? Рождение человека. Закон воплощения. Если фон будет закон неизменяемым, неперемещаемым в пространстве и времени, благодаря служению мужчины и женщины, то в конечном итоге мужчина наконец-то воплотится полностью, как мужчина. И это воплощение станет первым актом творчества. Первый акт со-творчества с Творцом. И этот мужчина станет кем? Какое слово у нас есть? Какое слово у нас есть? Адам. Он станет Адамом или Адамом. Но им не больше нравится Адам. А женщина, как только мужчина воплотится в сотворение венец Адамом станет, да? Соответственно, он сюда принесет ей свою часть закона. И она станет нас кем? Ева. Ева. Итак, продолжаем. Мы остановились на вопросе о том, что мужчина в полном воплощении в этом пространстве и времени объединяя мир становится Адом. А женщина становится Евой. Это идеально. Идеально. Но здесь существует опять же следующая проблема. Проблема соблазна. Да? Искушение. Что женщина находясь вот здесь, вокруг нее находится масса законов о времени, о пространстве, о существе, о сущем, о Боге, там, все здесь находится вокруг нее. Имеет какой соблазн, искушение откусить от этого яблока. Эйпл. Яблоко с дерева познания, да? И как только женщина откусит это яблоко, она что сделает? Увидит свой пол. И соответственно на мужчину потом соблазнит этим яблоком. Откуси, и тебе надо служением заниматься. И ты увидишь свой пол. Что мужчина. А для чего она соблазнила? Для того, чтобы самой здесь что сделать? Родить человека здесь настоящим. В результате они совершают первородный грех. И где оказывается? Ну, здесь, в мире. Вот в этом. В мире наполнен страхом. Пространство и времени. И с того момента начинаются их страхи. И они пытаются с ними бороться. мы еще можем каким образом здесь пойти. Мужчина и женщина могут при соблюдении служения и в то же время при сохранении способности к рождению человека могут достичь состояния творческого творческого состояния. Создание Аполлона и Венеры. То есть идеальный мужчина у нас кто? Аполлон допустим напишем. Вот у нас Аполлон есть. И Венера. Венера. В то же время когда они вместе находятся вместе в отношениях и связях в пространстве и времени они являются человеком. При этом не нарушая закон мироздания. Не откусывают это яблоко. Но это находится только в творчестве вашем моем женщин и мужчин. В творчестве. В творчестве вы можете реализовать вот это все. Показать миру, показать людям, что есть другой путь. и этот путь существует. Мир вас ждет вашего служения добру в мире. При этом вы жертвуете чем? Настоящим жертвует мужчина, покидая его. А женщина жертвует чем? Будущим и прошлым. и еще раз мы возвращаемся изначально к тому, что существует закон о воплощении. Но мы это говорили о мужчине и женщине в отсутствии пола. И я вам показал, где пол появляется. Таким образом, дорогие друзья, сегодня я не буду никаких пафосных лозунгов произносить, потому что выводы, которые я вам здесь показал. Достаточно такие грустные выводы. И мне сегодня не хотелось эту тему заканчивать на такой грустной ноте. Но Аполлоном и Венеру вы можете создать. Сотворить можете Аполлон и Венеру в себе. В творческом мире своем. И дальше я буду эту тему рассказывать. Как творческий мир создается внутри мужчины и женщины. Когда они свободны друг от друга. Мужчина свободен от женщины, а женщина независимо от мужчины. создало состояние помогает им создать внутри себя творческий мир. Сегодня 10 мая было. Вчера был праздник 9 мая 70 лет победы. С чем я вас поздравляю. Поэтому спасибо вам за внимание. Всего вам доброго. До новых встреч. С вами был я Виталий Ерофеев на канале Чувство Знания. Пока. Продолжение следует...